Кстати, вот лидера команд Игоря Григоренко, два его прекрасных броска. Из поединка, вот после паса Умарка, особенно этот гол, да, позволили крупно выиграть Салавату. Из статики атаку начинать. Нет, приходится откатываться назад. И полминуты уже домой. Здорово работает, да, нападающий Акбарса в этой ситуации. И все-таки проходит пас, выход один на один, и Салават Юлаев открывает счет. Оборотная сторона. Работаешь близко к защитникам, ты затрудняешь выход. Но есть риск получить атаку с хода, да? Да, посмотрите. Пас какой, а? Да, и здесь между защитниками. Лепеста сделал передачу, Ирина Сумарк ушел, положил корпус. И посмотрел еще, поднял глаза, увидел, как складывается Галифов и под щитками между пустяками. Ну, предположим, что Сергей Навич скажет по этому эпизоду, потом проверим. Он скажет, наверное, что Согрюш, он говорит, надо было клюшки как угодно. Просто втактовать в лед и не давать ему, как положил корпус, все считай, проиграл. Но пока Барс затевает свою атаку, свое наступление. Лукаянов опять первую шайбу. Как всегда опасная его машина, шайба на пятачок. И там уже, ну, кажется, обухоблок ее подряд уже хозяева льда проводят в чужой зоне. И сейчас у них выходит первое звено. Скажем про первое звено Акбарса, а не Салавата. Хотя оно тоже первое. Бросок поворота. Светберг вступает, но отбивает не очень ловко. А Шогрин атакует, а отбита шайба, но зона пока еще не закрыта. Выволакивают? Нет, не выволакивают. Оставляет Акбар шайбу в зону. Это, кстати, похоже на героический поступок, потому что несколько единоборств выиграли. И бросок от Синий. Ярулина опасная ситуация. Ох ты! Ох повтор смотреть. Что-то не было здесь. Шогрин конечком подыграл. Так, Белов помешал, по-моему, сам же забросить после ворота. А так, Барса, он не меняет свою тактику. И мы не видим вот этого сумасшедшего спасения. Десять раз. Передача назад. И на брос туда, на ворот. Острый угол. Гол! С неудобной руки попадает все-таки туда Сергей Солин. И счет становится 2-0. Половина периода еще не сыграно первого. Сложно было попасть. То, на что соседовали после третьего матча. То, что не забили свои моменты. Вот, пожалуйста. А сколько народу было на педагент, Гернику повезло. Но это, как говорится, всегда так будет. Кому-то должно было повезти. И еще момент. Эдвер Лисин, шайбы. Передача, бросок! Шайбы там по леточке. Не знаю, мы, мне кажется, будут смотреть повтор. Но пока что взятие ворот не зафиксировано. Первое впечатление, что действительно две штанги на ворот. Хозяйские, свои. Поэтому они должны хозяевам помогать. Хороший класс. Да, два защитника между ними. Все равно я буду поеду. В этом отношении идешь. Вот, формально арбитр прав. Другое дело, что можно было и раньше удалить Акбар с шансом. Бросок хороший Азеледа. Но ничего не получилось. Хартикайня. Оба достаточно скоростные. Тут Хартикайня, особенно Прохоркин. Хартикайня находит партнера. Подключение. И такой, Павел Вишневский был. Очень важно быть уверенным в своих партнерах. Насколько потери детская от казанцев в своей зоне. Они потеряют, что напрасно так шагу. Потому что тут же комбинация добивания и 3-0. Причем вот поймали на выходе, накрыли. На выходе, накрыли. Не знаю, я это, наверное, больше, Леша, уже к тебе оценив. Потому что перемещался Галимов вправо от себя, да? И закрывал. Поэтому отбил, может быть, не лучшим образом. Но там и шайба ходила хорошо. Бронебросок такой небронебойный был. И Энквист добил. Вот, вот что дает команде лидерство в этой шайке. Вот такое спокойствие. Энквист. И это уже Галимов выловил тяжелейшую шайбу. Играть так и играть. Действительно, где-то более страстно, где-то более быстро, где-то более удачливо даже. Опасно, опасно. Момент, Чибисон. Вот так будет. Потасовка без нее никуда. Гончаров и Уилсон сцепились. Уилсон, по-моему, чуть ли не первый раз подключился в атаке. Вот это вот нельзя делать, конечно. Все-таки вот терпел, терпел Гончаров, да? Все-таки да. И вот тут и... То, что отбросил он Уилсона шлемом, это, конечно же, не очень. Бой, это очень. Это не из хорошего. Поэтому Уилсон из себя и вышел, то, что так вот... Немножко суетливый. Я немножко суетливого, как в момент, от проговариваю. Но, собственно говоря, так игра ушла. Это в биллерде называется отыгрался. И бросок, поворот. Там и Альберт Ярулин. 3-1. 9 минут, 37 секунд. Еще играть. Вот Салават Юлайф игру уже выиграл. Да, на выходе из обороны. Просто уже шайбу, которая была почти своя, отдал сопернику. Рукой поймал. И хорошо бросил прям самую девятку. Вот такие дела. Но это я не из желания сделать прогноз. Акбас атакует. Качев. Пауза. Обыгрывает защитника. Но уже пространства не осталось. Откуда шайбу поднимать? Чуть-чуть выставил плюшку вперед. Светберг и правильно сделал. Ловым. Но шайба проходит мимо. А вот сейчас она на пятачок сложным маршрутом стремилась. Не попала. Бросает Ярулин. Два набивания. Спасает Светберг. Бросает Азиведа от клюшки. Литина. Шайба выше летит. Ух ты. Вот это момент. Право Света, который просто как стена. Стена подбираться к воротам. Поскольку вот такие длинные басы они не проходят. Вот сейчас может быть. Потому что шайба уже в зоне у фипцев. Да. А без... Вот такой момент и подставлял Шогрин клюшку. Как Азиведа придумал-то сейчас здорово. Не прошла в ворота шайба. Как говорится, еще не время. Даже так. Бросок по воротам. Уже покинул Галимов в ворота. Но пока атаковать есть возможность у фипцев. Арбитр засчитывает гол. Александр Нестеров. Кстати, из достаточно сложной ситуации. Да. Шайбу эту забил. Ну и что? Еще в серии становится 3-1. Потому что отыграть 3 шайбы за минуту, наверное, в такой серии невозможно. Да. Ну и вот несогласованная, мне кажется. Вода и забил первый же бросок. Сумур Лина Сумур. После чего гостям стало повыше. Да. Ну все здорово. Получается, что... Ой, бедняк. Она будет на твоем веку еще и победы. Ой, какие слезы искренние. Я вчера... Я ровно так же реагировал раньше. Ой. Я вчера присутствовал.